всем привет добро пожаловать на эфир с вами хана всем хорошего вечера всем привет сегодня мы с вами поговорим на такую щепетильную довольно таки тему испытания как устоять до в моменты гнева в моменты когда что-то происходит не так как мы хотим шалом я эль шалом всем привет доброго вечера спасибо что подключаетесь всем шалом очень очень рада что имею честь быть здесь с вами в эфире всем шалом ура уже подключаемся шалом всем шалом и так тема нашего сегодняшнего эфира испытания как нам оставаться стойкими да если что-то происходит не так как мы хотим не по плану кто-то нас раздражает и так далее как нам с этим бороться и так однажды к рэбе пришел кстати в прошлый раз я тоже рассказывала про бизнесмена помните так вот однажды на аудиенцию крэбе мне нужна секунда и так прошу прощения однажды на аудиенцию крэбе пришел бизнесмен это один из самых самых влиятельных спонсоров которые тогда были и вот он пришел к нему и говорит вы знаете рэбе у меня есть такая проблема что если со мной люди не соглашаются или делают не так как я хочу я начинаю злиться и я начинаю кричать на них в общем как они смеют делать не так как я сказал и вот он пришел к рэбе с такой вот проблемой и так как вы думаете что ответил ему рэбе конечно же мы рэбе ему сказал но это не проблема тут такой в смысле рэбе вы меня не поняли это проблема потому что я злюсь я срываюсь на люд на людей да люди страдают из-за этого поэтому это проблема и тогда рэбе сказал это была бы проблема если бы вы этого не замечали и тогда я бы ему сказал это была бы проблема если бы вы этого не заметили а так то ты знаешь это уже один из шагов к решению этой проблемы и так рэбе его отпустил сказал все мы поговорили а этот человек он когда приезжал к рэбе то он и удостаивался на емкий пур поднимать свиток торы это считалось такой честью и все знали что этот великий спонсор получает такую честь вот и значит рэбе позвал и и значит рэбе позвал своего секретаря и говорит в этот раз поднимать свиток торы будет не этот спонсор а дадим это кому-то другому а его мы дадим и обычно завязывают свиток торы там обычно завязывали свиток торы у рэбе после чтения какие-то несовершеннолетние мальчики он говорит так давайте дадим этому спонсору завязывать свиток торы этот секретарь чуть не посидел он говорит как это это же наш самый главный спонсор как мы можем дать ему не то что он хочет да как мы можем допустить чтобы он вместо не вместо несовершеннолетних мальчиков завязывал тору в общем у него началась паника и он терпел терпел и в итоге буквально за пару дней до емки пор он все-таки позвонил этому спонсору и говорит вы знаете в этот раз да здесь мэндал проснулся не во время в общем и значит ты все-таки секретарь этот не выдержал напряжение да он представил себе что там будет что спонсор этот сделает да если он узнает что не он удостоился такой чести как поднятие торы и так далее и тогда он звонит ему и говорит здравствуйте уважаемый его так-то и так-то в общем не знаю он сделал такой вот приказ до сказал чтобы в этот раз мы вызвали другого человека не вас вы там удостоитесь что-то другое этот человек сначала такой рэй вы меня хочет проверить ну-ну посмотрим посмотрим как рыба меня проверит а я возьму и буду типа нормально среагирую сначала он конечно так был в шоке а потом вошел в азарт и значит наступает емкий пур все и время когда надо вызывать на поднятие торы это же такая честь и все знают что будут вызывать вот этого богатого спонсора и тут зовут там мойша не его все в шоке просто как и сразу смотрят на этого спонсора чтобы посмотреть на его реакцию но наш спонсор что он не растерялся конечно же он такой сидит как ни в чем не было довольный смотрит читает все все просто в шоке как такое может быть и значит ты в это время такие все ждут а что же дадут тогда этому спонсору смотрят а его удостоили вот этой ну как удостоили до оставили ему завязывать свиток торы и все такие что интересно какая сейчас будет реакция смотрят на него тут такой довольны с благодарностью идет застегивает свиток торы все вообще не могут понять что за спектакль что происходит как такое может быть главный спонсор и вообще никак не отреагировал это же оскорбление в общем закончилась молитва емкий пура и значит и все уже начали расходиться наш спонсоры ждет рэбэ до рэбэ закончил молитву в общем они встречаются рэбэ ему улыбается и говорит ну как сейчас все прошло не так как ты хотел и что ты злился он говорит нет я не злился потому что я не злился потому что я знал что рэбэ меня испытывает поэтому я не злился и тогда рэбэ ему сказал так ты сейчас сам ответил на свой вопрос каждый раз когда у нас происходят какие-то ситуации испытания так это на нас сверху смотрят и и и ждут как мы себя поведем то есть каждый раз когда что-то происходит не так как ты хочешь значит кто-то тебя испытывает и значит ты сейчас должен выбрать ты правильно поступишь или ты выберешь что-то другое или ты сейчас разозлишься да сделаешь скандал или ты поссоришься зря с людьми да то есть каждый раз когда не все люди обязаны поступать так так как нам удобно да к примеру в маршрутке есть да приняты как скажем есть такой закон внегласный что молодые должны уступать пожилым места правильно но если если вдруг стоит пожилой человек и сидит какой-то студент да если он не хочет встать то что делать бабушки злиться тратить нервы делать скандал да но он не хочет делать так как хочет она да это же не катастрофа это такой грубенький пример но я думаю суть ясна или там если подчиненный сделал что-то не так это не повод так злиться да вот такое напряжение делать между собой и другими людьми это повод проявить себя нормально и решать проблему они на нагонять и и вот такое такая вот история полезная о том как нам как нам вести себя в моменты испытаниях и в моменты когда нам трудно да когда нам тяжело когда нам кажется что все нам делают назло нужно вести себя достойно да не забывать кто мы и зачем мы я именно так и думаю что за нами смотрят как мы реагируем на ту или иную ситуацию да совершенно верно спасибо за урок в общем спасибо всем большое за эфир не забывайте что нас очень часто испытывают и надо проявлять себя скажем так в лучшем свете да спасибо большое вот шалом мэндал передает скажи шалом шалом всем спасибо большое за эфир у нас сегодня он опять прошел с сыном да все всем спасибо большое за эфир и хорошего вечера я эль саша алена спасибо да все всем хорошего вечера